Здравствуйте, это ЕТВ, и прямо сейчас у нас в студии начинают свою работу онлайн-клиника здоровья, в которой мы с помощью наших гостей рассказываем о том, как оставаться молодыми и здоровыми как можно дольше. Сегодня у нас в гостях Игдалов Евгений Владимирович. Здравствуйте, Евгений Владимирович, психотерапевт, автор и ведущий курса коррекции веса. Все верно. Вы не зря именно сейчас пришли к нам в гости, потому что конец ноября, начало декабря, как раз то самое время, когда женщины, да и что греха таить мужчины, задумываются о том, как бы скинуть несколько килограмм лишнего веса к Новому году, чтобы быть там королевой балой или принцем вечера. Не поздно ли? Да, все так, все правильно. Еще не поздно вскочить даже не в последний, а в предпоследний вагон, в идущий в стройность. А последний... Какая красивая метафора. Последний вагон, в идущий в стройность. А когда будет уже поздно? Ну, я думаю, 31 декабря будет поздно. Все остальное время... Ну, это, конечно, шутка, но на самом деле заботиться о здоровье, заботиться о своем питании, то, что это напрямую связано, да, и как выглядишь тоже. То, что ты ешь, это одно и то же. Это про одно. Никогда не поздно. Ну, мы же знаем русских, нашу русскую ментальность. Мы скажем, начнем худеть с декабря. С первого декабря. Или там с 15 декабря за две недели. Вот 15, допустим, декабря. Уже будет поздно? На самом деле сам принцип хорош. То есть он подразумевает системность. То есть вот с такого-то числа мы полностью берем и переписываем свое питание с чистого листа. Это хороший принцип, но не у всех получается. Вот в чем проблема. То есть стереотипы, завязанные на психологических каких-то узлах, завязанные на гормональном фоне, привычки, просто-напросто гости, которые приходят и нарушают, так скажем, нормальный строй питания. Это все, к сожалению, человека утягивает назад. И для того, чтобы ему стартовать, очень часто нужны, так скажем, внешний фактор, который поможет перекроить его питание. Давайте мы сейчас с вами послужим тем самым внешним фактором. Совершенно верно. Как человеку понять, что лишний вес у него все-таки есть? Мы так любим поесть. Мы привыкаем к себе, к своему отражению в зеркале. Мы начинаем любить себя такими, какие мы есть. Как понять, что нужно все-таки бороться с лишним весом? Ну, конечно же, здесь все просто. Человек набирает вес. Энергия, которая приходит к нам в организм, если ее больше, чем расходуется, она неминуемо откладывается в жир. Это закон сохранения энергии. Это биохимия и физика. Но человек поначалу не замечает. То есть он защиту, может быть, включает в защиту психики, что он себе сам нравится. Там разные шутки-прибаутки. Вот это модное, бодипозитив. Полюби себя таким, какой ты есть. Хорошего человека должно быть много. Да, да, да. На кости только там собаки кидаются. То есть это все работает как защитный юмор. Мужчина должен хотеть тебя потрогать, а не накормить. Да, да, да. Можем долго перечислять. Но в какой-то момент эти защиты устаревают. Они становятся как лохмотья уже, как одежда, которая уже перестает согревать, которая перестает служить. И, соответственно, для женщины это может быть момент, когда она не входит в любимое прошлогоднее платье, например. А для любого человека, если он зашел на пятый этаж, и ему физически больно, он не может отдышаться. Он понимает, что это все не просто так. Его сердце молит о пощаде, его суставы трещат от жира. Поэтому, конечно же, наступает момент от размышлений к активным действиям. Это совершенно нормально. Когда человек готов что-то делать, и настоящий профессионал, врач, он создает ту вовлеченность в этот процесс похудения, то, что действительно стартовать, добиться результата, подключить к сознательной энергии изменения те подсознательные ресурсы, которые есть у нас. Ну, назовем условно инстинкт стройности, инстинкт здоровья. То есть его надо использовать на полную катушку, и, конечно, здесь грамотный врач-психотерапевт, он поможет это сделать. Друзья, плюс 7, 900, 206, 45, 88, WhatsApp, Viber, Telegram, все мессенджеры к вашим услугам. Я обязательно задам все ваши вопросы, которые вы пришлете нашему гостю. Евгений Владимирович, из-за чего мы чаще всего набираем вес? Вот можно в процентном соотношении? Это психология, это желание поесть, это гормоны. Что? Мне просто кажется, за гормонами люди любят оправдывать нежелание худеть гормонами. Ну вот у меня такая, у меня широкая кость, у меня вот гормональный баланс нарушен. А в реальности, насколько часто мешают гормоны именно они? Вы знаете, в реальности все очень взаимосвязано. То есть психология ведет к обжорству, к перееданию. Да, вот простой пример, как это все завязано. Допустим, человек испытывает стресс. Вырабатывается гормон стресса кортизол. То есть кортизол – это гормон такой вот анаболический. То есть он может, если человек будет заедать стресс, он будет его, соответственно, гормон, способствующий отложению в жир. А если человек чувствует, что ему так как-то неуютно на душе, да, стресс, пойдет в зал, то этот же самый гормон будет помогать защищать те же мышцы от, значит, их переработки, защищать мышцы. Побеждает тот волк, которого мы кормим. Совершенно верно. То есть, действительно, тело, как послушная собака, он слушает своего хозяина. И если мы будем осознанно относиться к своему здоровью, хотя бы немного подключать, так скажем, голову, как говорят, то первый шаг нужен, чтобы понять, осознать, перейти от размышлений к действию. И, конечно же, грамотный врач всегда, психотерапевт всегда поможет. Я знаю, что у вас очень обширная практика. Какие самые весомые, солидные результаты демонстрировали пациенты? Здесь достаточно все интересно. Кто-то приходит, чтобы сбросить 5 килограмм. Одни из результатов, я помню, пациентку, она весила 160. Она не могла даже, то есть она начинала засыпать в положении сидя. Представляете, к чему она активно работала. И вот она сбросила порядка 75 килограммов. То есть для нее... За какой срок? Ну, за два с лишним года. Это небыстрый процесс, да. Но зато он неотвратимый. И хочу сказать, хорошая новость в том заключается, что тело на стороне стройности. Потому что если мы создадим условия, при которых человек будет потреблять больше на 1000 калорий, да, и создадим условия в другом примере, на которых человек будет употреблять минус 1000 калорий, дефицит, так вот, худеть человек будет в три раза быстрее, чем набирать жир. Вот такой парадокс интересный. Интересный и очень приятный. Очень приятный, совершенно верно. Признайтесь честно, вы же наверняка не сразу стали приверженцем здорового питания и не всегда были таким встроенным и хорошо выглядящим. Ну да, значит, действительно, я весил, было время, когда я весил за 100, сейчас я вышел в 85. То есть здесь все просто. Что случилось? Ну, я для себя как-то понял, что хватит накапливать вес, хватит. У меня было плохое самочувствие из-за веса. Я понял, что нужно с этим что-то делать. И для себя у меня есть несколько правил жизни, которых я соблюдаю. И их настолько легко соблюдать, что соблюдать их гораздо легче, чем не соблюдать. Поделитесь? Абсолютно. То есть, ну, во-первых, значит, я практически не ем хлеб. Что значит, вот, практически? Практически. Я бы он в деталях. Да, совершенно верно. Утром я съедаю, значит, один-два кусочка зернового хлеба и все. Дело в том, что традиционная диетология сейчас, если раньше зиждилась на калорийности, то сейчас пошла по принципу так называемого гипогликемического индекса. Да, последние несколько лет. Вот. И это более значимая, так скажем, теория в снижении веса и прочее. Вот. Дальше тренировки. То есть, есть принцип такой, чтобы не кушать до сна за 4 часа продукты с гликемическим индексом выше 55. Вот. До тренировки. То есть, я три раза в неделю тренируюсь, проплываю по 2 километра. Так вообще каждый день лучше проплывать по километру ежедневно. Тренировки силовые или лучше аэробные в данном случае? Нет, я выбрал только плавание. То есть, я плаваю 2 километра через день. Все вот таким образом. Всего два правила? Не есть хлеб и через день заниматься спортом? И правильные продукты перед сном. И правильные продукты перед сном? Да. И это привело к тому, что... И можешь есть сколько хочешь и так далее. И что хочешь? И сладкое? Совершенно верно, да. И жареное? Просто нет. Есть такие хитрости, например, только заметьте, вот угадайте, вот если мы возьмем молочный шоколад и горький шоколад, жирогенность горького шоколада в 3 раза ниже, чем молочного. В 3 раза. И такие хитрости ждут нас везде. На пути к похудению. После того, как человек похудел, ну допустим, ему это удалось. Это очень сложно. Насколько сложно придерживаться этих же принципов правильного здорового питания и дальше? И насколько это важно? Ну, основываясь на опыте моих пациентов и собственном опыте, я скажу так, что придерживаться их гораздо легче, чем их нарушать, на самом деле. Ну, приведу такой пример. Был у меня пациент, он все еще, поддерживаю связь, и он 6 дней в неделю ел абсолютно здоровую пищу, питался правильно. Но один раз в неделю у него было застолье, то есть он все нарушал, и у него вес стоял. И как только он убрал застолье, как только он убрал, сразу результат непременно встретить его с распортерными объятиями. Евгений Владимирович, очень много к вам вопросов. Давайте прямо блиц ответы. Где найти продукты для здорового питания? Вы знаете, в больших, хороших, приличных магазинах всегда есть прилавки, где вы их найдете. Фермерские? Фермерские диетические продукты есть в больших сетках. Как мягко намекнуть близкому человеку, что пришло время похудеть, чтобы не обидеть? Он же может расстроиться и объесться от обиды. Тонкий вопрос. Я думаю, что первый шаг – наладить контакт, и второй – сообщить ему об этом. Прямо в лоб? Худей? Ну, если налажен контакт, то, соответственно, тот уровень доверия, который есть, то позволит задать такой вопрос. Что мы сейчас можем посоветовать нашим зрителям, которые, посмотрев программу, встанут и подумают, ну, наверное, надо бы этим заняться, чтобы сделать такого? Ну, первое, нужно сделать первый шаг, нужно понять, что пора время худеть и найти того доктора, который поможет худеть. Ну, то есть вот сейчас они должны встать от экранов, и что? И искать доктора? Ну, я думаю, что это хорошая идея. Какую-то клинику коррекции веса, какого-то психиатра, психотерапевта, который поможет им в голове понять, что стройность равно здоровье. Совершенно верно. И напоследок, пожалуйста, тоже кратко, как выбрать именно своего врача, именно свою клинику? Ну, во-первых, человек должен быть опытным. Второе, у него должны быть необходимые сертификаты, разрешительные документы, лицензии. Прямо не стесняясь спрашивать. Конечно, конечно. Третье, он должен интересоваться своей отраслью медицины и самим пациентом. То есть он должен вовлечь, прежде всего, специалистов. Он по-человечески должен понравиться. По-человечески, конечно, он должен понравиться. Вот и, собственно, рецепт. Евгений Владимирович, спасибо вам большое. Дорогие друзья, не откладывайте надолго. Вставайте прямо сейчас и успейте вскочить в последний вагон поезда, который ведет вас к молодости, здоровью и стройности. Днем из главных направлений лечебной работы является снижение веса. Методика работает с причинами лишнего веса. Заедание проблем, застолья, хронические заболевания, сбой в работе мозга, эндокринные расстройства. Пациенты не просто снижают вес, а полностью выздоравливают. Постепенно в привычный ритм жизни входят выгодные для стройности привычки. Вы едите любимые блюда, выбираете занятия по душе и худеете. Телефон 8 343 372 35 11